Всем привет! Сегодня 25 июля, Московская область. Я убираю урожай чеснока и лука. Это грядка с чесноком. Она 6 метровая, ширина 80 сантиметров и замульчирована хвойным опадом. Я потихоньку его уже выкапывала на закрутке, уходит. И на сегодняшний день он выглядит вот так. Практически уже полусухой, но из-за этой аномальной жары Московской области вот как-то выглядит вот так. Чеснок я не поливаю уже практически 2 недели перед выкопкой. Но я так всегда делаю. Это вот одна из грядок с луком. Это лук из сивка. Тоже в этом году очень рано он лег. Толком крупную головку он не налил. Все, в этом году урожай созревает весь раньше. Да и лук сивок мне не очень понравился по качеству. Из чернушка я в этом году выращивала только лук эксибишен. Он тоже практически ложится. Но сегодня я его убирать не буду, пускай еще посидит. Довольно-таки неплохие головки, но тоже, допустим, мельче, чем в прошлом году. Самый, конечно, лук хороший. Это выращенный из чернушки, из сивка. Мне в этом году не понравился лук. Вот весь из сивка буду сегодня собирать. А эксибишен еще посидит. У меня здесь эксибишен еще в другой грядке, в дальней. Ну и, конечно, уборка с чеснока сегодня. Чеснок в этом году неплохой. Я его уже выкапывала на закрутке, поэтому знаю. Вот, как обычно. У меня здесь несколько сортов. Чеснок я никогда не копаю. Он у меня и так прекрасно выходит. Сорт у меня белый слон, гулливер. Еще, по-моему, какой-то сорт. Надо будет в записях посмотреть. Ну вот, смотрите, отличные головки. Так как у нас нет дождей, и чеснок практически сухой. Ну и тем более, я его уже две недели не поливаю. Несмотря на то, что была жара очень сильная, хороший чеснок. Не порченный, видите, чистенький. Это сейчас я выкапываю сорт гулливер. Он имеет четыре больших крупных зубчика. Два, два. Сорт отличный, Лешки. Мне он очень нравится. Я его выращиваю уже, наверное, года два или три, я уже не помню. Ну, также я еще и сеяла бульбочки. Ну все, буду работать. И что это у нас такое? Голубика. Голубика. Это наш первый урожай. Какая крупная. Давай покажу. Это потому, что мы ее долго хоронили. Нет, это мы ее выращивали. Такой сорт классный. Блю Кроп, Патриот и Блю Джей. Сейчас будем есть ее. Давай. Нормально. Вкусно, а? Угу. Голубика просто... Бабетно. Чеснок я с грядок убрала. И кто смотрит мои видео, знает, что чеснок я мою. Делаю это уже не первый год. И мою я его обычно наливаю в 200-литровую бочку. Растворяю там фитоспорин. Вот. И промываю. Вместо фитоспорина можно использовать сияние номер один. Но у меня нету, не приготовлен маточный раствор, поэтому развела фитоспорин. Вот таким образом промываю в двух водах. Бочка 200-литровая, конечно, удобней. Но налила 20-литровые ведра воды. В два. И это здесь черновая у меня промывка чеснока. И во второй воде уже чистовая. Фитоспорина добавляю так, знаете, на глаз, чтобы раствор был темный. Вот таким образом он получается чистенький и аккуратненький. Если чеснок с пятнами или еще какой-то, я сразу его бракую. Он пойдет на заготовки и на еду. Вот таким образом. Чеснок неплохой, между прочим. Практически весь чистый, я имею в виду, без болезней. Стебли я не срезаю никогда, сразу. Только после просушки чеснока. Хоть они у меня в этом году и полусухие, но все равно я считаю, что это мое мнение, что с помощью стеблей до полного их высыхания чеснок дозаривается, дозревает, если можно так сказать, при сушке. И когда он полностью высохнет, только тогда я все обрезаю. Никогда не обрезаю ни вот эту бороду, ни стебель. Я его после помывки разложу на открытой веранде. У меня там тень и сквозняк хороший. Чеснок самое главное, чтобы он лежал. Помимо того, чтобы сорт хороший был, нужно, конечно, его хорошо просушить, правильно просушить, чтобы это был полутень и хороший сквозняк. И тогда он будет прекрасно храниться. Вот так во второй воде его еще немножко. Такой он весь чистенький, хорошенький. Всем привет! Повторно здороваюсь, потому что сегодня уже 27 июля. Я убрала только чеснок. Грядка пустая. Сейчас что я сделаю? Я эту мульчуху, хвойный опад, взрыхлю плоскорезом, пролью фитоспорином и закрою толстым картоном. И все. Обычно я всегда после чеснока высеваю корнеплоды. Это разные виды редьки, репу и так далее. Но в этом году оно у меня будет пустая. Я сеять эти культуры не буду. Сегодня у меня задача убрать лук на хранение, потому что завтра в Московской области передают дождь сильный, грозу, ливень и так далее. Но мне что-то с трудом верится, потому что все дожди в нашей стороне Московской области нас обходят почему-то. Но будем верить прогнозу, поэтому нужно будет в эту 6-метровую грядку убрать лука. Лук в этом году я не выращивала из чернушки, только лук эксибишен. Это один из рядков высаженный. Это лук из сивка. Сивок в этом году был отвратительного качества. Даже голландский сивок был плохой. Я уж не говорю о российском сивке. Но что выросло, то выросло. Мелковатые головки, конечно, получились. Честно сказать, для нашей семьи это отличная луковица. Один раз приготовить суп, этого достаточно. Потому что суп, первое блюдо я варю на один раз, максимум два раза поесть. И вот такой луковицы это будет предостаточно. Но все-таки, знаете, из сивка хотелось бы, конечно, головка, чтобы была покрупнее. Но, в принципе, неплохо. Единственное, что хорошо, у меня в этом году, видимо, от жары не болел пеноспорозом. Как, допустим, в прошлом. Но в прошлом году у нас дожди заливали. И такие колебания были температурные, сильные. Но в этом году жара. Но зато он лег очень-очень рано. Вот, буду убирать. Лук я, как чеснок, не мою, конечно же. Я его просто хорошо зачищаю. Снимаю вот эти грязные рубашки. Оставляю, чтобы лук был чистенький. И вот таким образом сушу. Ну, конечно же, я перо не обрезаю. Я даю ему полностью высохнуть. Если нужно, перо сухое потом обрезаю. А вообще, я последние вот два года плету косы. Ну, в общем, моя задача убрать сегодня урожай лука. У меня такие... Лука. Ну, ага. Ну,obsе哀 drawn. Спасибо. Ну,ok. ular. Так. Угу. Субтитры делал DimaTorzok Одну грядку 6-метровую с луком я уже убрала. Кстати, она у меня была замульчирована перепревшей конской подстилкой, но тонким слоем. И сверху добавляла скошенная мелкая трава. Я также, как и чесночную грядку, взрыхлю плоскорезом, пролью фитоспорином и накрою толстым картоном. То есть грядки я буду консервировать, на них ничего не буду высевать больше. Единственное, одну из грядок я отдам под молодую рассаду крупноплодной земляники, которую я уже наусила там. Лук Exhibition я буду убирать через неделю. Он еще может посидеть, потому что у него корневая шейка очень толстая. И должна хорошо она, конечно, просохнуть на грядку. Некоторые уже лежат, но, я так смотрю, еще очень такая толстая, плотная корневая шейка у Exhibition. Exhibition у меня еще на другой грядке два вот таких же редка. Я его уже вовсю рву, использую в консервации, в приготовлении блюд сейчас. Это лук из серии сладких. Ну, не сказать, чтобы он там такой сладкий-сладкий, но у него очень слабо выражена горечь луковая. Все, это уже урожай, собранный с этой грядки. Лук я, как уже сказала, я не промываю, а хорошо зачищаю, убираю все эти грязные рубашки, по максимуму стараюсь, чтобы он был чистенький, хорошенький. Я его тоже буду раскладывать на веранде, где полутень и хороший сквозняк, чтобы он хорошо просыхал и стал вот таким золотистым по сорту. А здесь у меня уже отобраны лук. Это на еду, на консервацию, видите, есть прям вообще мелкие. Вот я его использую очень хорошо, допустим, когда консервирую томаты маринованные, делаю с луком. И я этот лук прям целиковый закладываю в баночки, очень вкусно получается подача к столу, очень красиво, вкусно, соответственно. Есть у меня еще один сорт, в этом году я его попробовала, это, знаете, типа лука-шалот, я так понимаю. Сорт называется банановый, видите, он такой вытянутый, фиолетовый, ну, из серии красных луков, довольно-таки крупный, но есть и помельче такие головочки, это салатного назначения в салаты, он тоже практически не имеет горечь, сладковатый такой вкус, в свежие салаты просто замечательно. Все, я буду дальше работать, дел очень много, а я вам желаю всего самого хорошего, хороших вам урожаев и всем пока!